Денис, начну я с общего вопроса. Какая ситуация на фронте? Что, можно сказать, на день сегодняшний? Зрителям напомню, сегодня пятница, 14 июля. На сегодняшний день ситуация, скажем так, особо сильно не изменилась. Также ведутся тяжелые бои на Запорожском направлении и тяжелые бои на Бахмутском направлении. Ситуация сильно, очень сильно не изменилась. Скажем так, наши ребята продвигаются, но продвигаются, опять же, медленными темпами, потому что очень большие территории именно на Запорожском направлении и заминированы, и оккупанты очень окопались сильно, но потихонечку продвижение все равно есть. Оно небольшое, но оно есть. Как думаете, во многом или часто называют причины, почему Украина не получает, к примеру, те же Атакамс, из-за опасений Соединенных Штатов, что Украина будет наносить удары по военным объектам на территории России. Как думаете, страна Украина, на которую напала ядерная Россия, имеет право наносить ответные удары по территории Российской Федерации по военным объектам? Ну, мое мнение чуть-чуть как бы может отличаться от западных партнеров. Я считаю, что мы обязаны наносить удары и по военным именно базам. Я считаю, что должны наносить и по мирному где-то даже населению российскому, потому что тогда может прекратиться быстрее война, что они будут чувствовать то, что чувствует Украина, то, что чувствуют мирные граждане Украины. Потому что на сегодняшний день война ведется на территории Украины, сугубо на территории Украины, и россияне этого не чувствуют совершенно. Они как бы, ну, война в Украине, их это не касается совершенно. Если были бы удары по российской территории, независимо от того, что это были бы и мирные, скажем так, не только, скажем, военные именно объекты, но и мирные объекты, то я думаю, что как-то бы именно российское общество всему этому воспротивилось. А так как на сегодняшний день они этого не чувствуют, то им абсолютно наплевать, что происходит на территории Украины. Да, я с вами согласен в части, что им наплевать, что происходит на территории Украины. Для них война где-то там. Но позвольте не согласиться с ударами по мирным объектам. Почему? Потому что мы же позиционируем себя все-таки стороной добра, стороной, которая не воюет с мирными жителями. То есть мы обороняемся от агрессора, который пришел с оружием на нашу землю, но мы не россияне. Мы не бомбим детские сады и роддомы, школы и детские учреждения, медицинские учреждения. Мне кажется, нельзя уподобляться злу, когда ты с ним борешься. Это не уподобляться злу, это не говорить, что мы будем бомбить школы или детские сады или больницы. Я имею в виду, что надо бить не по мирному населению, по детям, надо бить по всей территории России. Это можно даже, как делает Израиль, когда он бомбит сектор газа, он говорит, мы будем бить по такому-то участку. Выезжайте, вывозите население. То же самое может говорить Украина, мы будем бить по такому-то участку. Выезжайте, вывозите, когда у них будет надобность выехать, когда им нужно будет съехать с своих квартир, прекратить обучение в школах, в детских садах, когда это коснется именно их жизни, то я думаю, что как-то будут какие-то протесты именно вестись. А как вы представляете себе протесты против того, что мы... Против путинского режима. Против путинского режима, против войны, против того, чтобы российские оккупанты вывели свои войска, против того, чтобы прекратилась бомбежка мирного населения в Украине. Протесты, чтобы почувствовать, что ведется война. Они не чувствуют, что идет война. Они чувствуют, что да, идет какая-то спецоперация военная на территории Украины, но не ведется полномасштабная война с уничтожением мирного населения, с уничтожением большого количества граждан, большого количества военных и уничтожением целого народа. Да, потому что война идет на нашей территории, конечно. Вы сказали, что ваша позиция разнится с позицией западных партнеров. А как думаете, почему у наших западных партнеров такая позиция? Ну, все равно, я думаю, что Запад где-то, все равно есть какие-то, я думаю, договоренности все равно ведутся с Россией. Я думаю, что где-то закулисные переговоры, они какие-то ведут все равно Америка с Россией. Поэтому, я думаю, где-то и Европа, и Запад все равно где-то как-то взаимодействуют именно с Россией. Я не говорю, что они взаимодействуют в поддержку именно России в плане вооружения или еще что-то, но что-то, может быть, экономические, есть какие-то, все равно у них связь какая-то экономическая есть. Не связываете ли вы это с опасением, как часто называют эксперты, опасения Запада, что Россия развалится на несколько маленьких ядерных государств? И что с одним, пускай тираном и сумасшедшим, условно контролировать и договариваться легче, чем 10 маленьких пригоженных, у которых у каждого по установке с ядерным оружием? Я не думаю, что развалится Россия на такие маленькие государства с ядерным оружием. Я не думаю, что это произойдет. То, что понятно, что даже если свергнуть Путина, я не уверен, что придет кто-то, кто будет более адекватный. Опять же, на это надеяться нельзя, потому что не факт, что придет кто-то с трезвой головой, который скажет, что нужен мир. Может прийти такой же, может прийти еще хуже, как бы это неизвестно. Но то, что Россия развалится на какие-то мини-государства ядерные, я не думаю. По поводу угрозы с севера, были разговоры вновь в связи с историей с Пригожинским-Вагнером, что они будут дислоцироваться в Беларуси. Вы считаете, есть или нет угрозы повторного захода российской армии с стороны севера на Киев и Черниг? Я надеюсь, что с территорией Беларуси захода не будет, потому что у нас очень сильно укрепилась вся граница с территорией Беларуси, так как все ожидали, что может быть какой-то заход именно с Беларуси. Поэтому границы, в принципе, очень сильно укреплены, территория заминирована. Я не думаю, что они пойдут с территории Беларуси, просто для них это вообще в принципе невозможно. Просто они положат свои там силы и все, они не пройдут никак ни на Киев, никуда. А если не на Киев, а если это будет чуть западнее, там, где Ровенская АЭС? Даже западнее то же самое. Я когда-то тренировал именно в стороне, именно в той Ровенской, на западной Украине. И там тоже очень-очень сильно укреплены границы, находится большое количество тоже наших ребят. Поэтому и территория, сама граница очень четко заминирована. Просто им не пройти. По всей территории Беларуси очень сильно мы укрепились. По всей границе с Беларусью. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что F-16 мы получим ориентировочно в марте 2024 года. Как думаете, почему такая сложная процедура с самолетами? Тем более, что это не самые новые модели, не самые дорогие, не самые суперсовременные. Разговоры и переговоры о предоставлении ведутся уже много месяцев. Это по той же причине, что и Атаканс мы еще не получили? Или тут, вы видите, кроется другая причина? Если честно, я не могу назвать даже причину. Я сам ее не понимаю, потому что, в принципе, они как бы затягивают, эта бюрократическая система, которая просто затягивает нам поставки самолетов. И, как вы правильно сказали, что это не новые модели. Это уже, в принципе, некоторые из них даже утилизированы, просто стоят еще на вооружении. И я не понимаю, почему нам так долго тянут с передачи самолетов, когда они бы очень помогли нам в нашей победе. Потому что, ну, самолеты просто изменили бы, скажем так, ход войны. И это затягивание, мне просто непонятно, каждый раз они затягивают еще и еще. То, когда-то говорили, к концу лета, теперь уже еще позже, потом еще позже. Сейчас обучение пилотов. Я уверен, что наши бы ребята обучились бы технике буквально за считанные месяцы, а из этого делают такой, прям, не знаю, короче, рассказ, что чуть ли, там, не знаю, обучиться вождению всему, чему только возможно. Поэтому мне непонятен до сих пор этот вопрос, почему так затягивают с передачи самолетов. Но тут надо вот тоже покопаться глубже в чем, что американцы же прекрасно понимают, что без самолетов нам войну закончить, если не невозможно, то очень сложно. Очень сложно, да. И пролонгируя, значит, перенося каждый раз возможную дату передачи нам самолетов, тем самым они продлевают сроки войны. Опять же, почему? Какие опасения у Соединенных Штатов? И мы благодарны нашим западным партнерам, если мы сейчас про Штаты говорим, то Соединенным Штатам за каждый доллар, за каждую единицу техники, безусловно. Но согласитесь, если бы Штаты хотели, чтобы Украина победила быстрее, то F-16 были бы уже на нашей территории, атакамсы были бы уже на нашей территории. Почему-то это не происходит. Мы, безусловно, благодарны, но хочется понять, почему нам не дают, слава богу, проиграть, но и не дают таких мощностей, чтобы мы победили сейчас. Не дают именно победу, чтобы она была быстрее. Как я уже говорил, есть где-то какие-то, может, экономические договоренности. Это все понятно, что война – это деньги, и для Запада это тоже большие деньги. Поставки оружия, что Украина является для Запада своеобразным где-то полигоном, и где-то показывают оружие, какое-что для этого в Европе. Смотрят, скажем, на какое вооружение поставлено, делают те же самые закупки у Америки. Это все понятно, что это деньги, но никого не волнует, что страдают, опять же, мирные люди, что страдают солдаты, что много погибших очень, и это никого не волнует, и поэтому где-то затягивается война. Все это крутится вокруг денег, все это понимают, что это денежный вопрос, и затягивание войны тому же Западу, где-то это выгодно. Они понимают, что да, Украина победит, и могла бы победить еще быстрее, но, опять же, выделение где-то какого-то бюджета, опять же, где-то поставок какого-то вооружения, чтобы посмотрели, какое вооружение есть, и потом заказали это вооружение у производства, опять же, у Америки, те же страны Евросоюза. Возвращаясь к вопросу F-16, кстати, я вспомнил заявление министра иностранных дел России Лаврова, который сказал, что они будут считать передачу Украине F-16 ядерной угрозой для России, поскольку якобы к F-16 можно какую-то там подножку присоединить, к которой крепится в теории ядерное оружие. Поэтому они будут считать, что это, значит, ядерная угроза для России. Но мне кажется, что мир, который сейчас на стороне добра и противостоит абсолютному злу в лице Путина и Кремля, и России в целом, должен понимать, что это всего лишь причины, которые называют Путин, Лавров или кто-то. Они давно уже перешли все красные линии. Они уже давно не смотрят на какие-то выполнения и невыполнение условий. Они придумывают якобы свои какие-то правила, по которым они захватывают территории, вносят их в свою конституцию, называют это своей исконной русской землей, угрожают ядерным оружием. Медведев сидит каждый, через день пишет сообщение о превентивном ударе по Польше и другим странам Европы. И вот Михаил Подоляк недавно сказал хорошую мысль, что если мир боится Третьей мировой войны с Россией, то с кем воевать? Если они Бахмут 9 месяцев завоевывали, то весь мир, какой Третьей мировой боится? С кем? С тем, кто не может Бахмут завоевать. Поэтому непонятные опасения мира, если они в разряде не экономической плоскости, а в разряде безопасности или ядерного стратегического оружия, шахты, которые направлены на Лондон, Париж, Вашингтон, Дрюссель. Может быть из-за этого? Может мир боится не просто войны, а большой ядерной войны, которая приведет к фатальным последствиям? Я считаю, что если бы мир, скажем так, сплотился или бы Украину взяли в НАТО и полностью НАТО, скажем так, вступило в полномасштабную войну с Россией, я считаю, что Россия не выстояла бы от такого удара. И я думаю, что война закончилась бы, я думаю, что в ближайший месяц и никакого ядерного удара, я не думаю, что он бы произошел. Тем более мы не знаем даже, какое состояние ядерного оружия в России и в каком состоянии эти шахты, что оно может ужасно все и запущено, может это просто как блеф. Поэтому я не думаю, что был бы какой-то ядерный удар. Я думаю, что у стран НАТО ядерное вооружение в более, скажем, надлежащем состоянии находится, чем российское вооружение. Мы это видим по российским танкам, по российскому вообще всему вооружению, что не так, как все думали, что это вторая армия в мире, что супервооружение, что куча вооружения просто старьё и куча тоже сограбилась и доносилась наверх, что армия очень сильная. На самом деле это было не так. Не обученные солдаты, техника в непригодности. То же самое может быть и с ядерным вооружением, что все эти шахты в ненадлежащем состоянии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!